Всем привет! Апанкам Хой! С вами любитель-потребитель и, как всегда, феерический бред-дилетанта. Сегодня я буду любить и употреблять красный сухарь. Наконец-то давненько не было в прямом эфире моем красного сухаря. Ребята, смотрите, бытовочка красивая, винодельная, львиный дом Мельстрим, кубанская, таманская компания. А самое интересное, ребята, это сира, сапирай, как говорят, бленд, купаж и так далее. То есть два легендарных сорта винограда. Сира и сапирай. Сразу зайду с козырей. Сира и ширас это одно и то же. А теперь можете хейтить. Об этом чуть позже. Ну, как всегда, начнем сначала. Значит, я уже сказал, что это винодельная Мельстрим. Соответственно, купил я в фирменном магазине Мельстрим. Дотаэлитная коллекция, как они пишут, продается только в их магазинах. То есть больше нигде вы это не купите. Значит, что почем, да? Что почем? 600 рублей. 600 рублей. Ну, может, чуть меньше. Я уже запамятовал. Ну, и не более того. Значит, спирт 13,5%. Объем бутылочки честный 0,75%. Ну, как я уже сказал, сира и сапирай. Соответственно, о Сире, Ширазе я расскажу чуть позже. Тоже интересный вопрос. В общем, давайте я пока открою. Пусть постоит подыша. Так, здесь есть язычок. Ну, что-то сразу у меня не пошло. Как-то он обломился. Да, слушайте, придется прибегнуть сразу к штопору. Надо подковырнуть вот этот язычок, чтобы освободить. Что-то, блин, в Мильстриме вы как-то сделали некачественно. Вот он даже не подцепляется штопором. Так, все, пошло. Как-то полегче надо делать, конечно, ребят. Так, сейчас пробочку вытащим. В общем, не пил я сухих вин Мильстрима бутылочных. Помню, что когда отдыхал в Таманском крае, точнее, в поселке Кучугуры, это северное побережье, да, Таманского полуострова, там продавали в баклажках в Розлив и говорили, что это с винодельни Мильстрим. Я тогда еще подумал, что это мелкая винодельня, что ли, частная. Почему в пластике в баклажках продают? Слушайте, оказалось, нет, большое винодельническое предприятие. В советское время известный был как винзавод или винсовхоз Мирный. До этого был Таманский какой-то совхоз, в общем. Сейчас это Мильстрим. Так, я пока налью, но ничего вам не процвет, про вкус говорить не буду. Пусть оно постоит, подышит. Как вот советуют комментаторы, что я, типа, неправильное дело, что сразу открываю и пробую, что должно какое-то время пройти. Отлично, давайте почитаем, что на бутылочке написано. Сиросоперайве, российское вино, зигу красное сухое. Ну, защищенная гиграфическая, да. Местонахождение. Вы держите в руках бутылку превосходного вина, произведенного из классического сорта винограда, выращенного на уникальных виноградных прибрежных терруаров. Вина, достойного оказаться в вашем бокале. Ребята, я очень надеюсь, что оно достойно. Тем более, что бокалы у меня, видите, правильные, большие. 0,375, по-моему. Так, значит, год урожая 22-й, место происхождения Россия, Краснодарский край. Ну, в общем-то, да, больше сказать нечего. Ну, что тут написано еще, что подавать при температуре 18-20? Ну, у меня, может быть, чуть холоднее, 16, ну, ничего страшного, я думаю. Ну, здесь на сайт они ссылаются, пишут, с какого года, а именно с 1936-го ведет вот этот совхоз, Стаманский, мирный потом он назывался. Ну, вот, Мильстрим, сейчас это винодельнический дом, Мильстрим, винный дом, как они пишут. То есть, у них там свои мощности, плюс они размещают заказы на других винзаводах. Об этом я уже говорил в своих выпусках по укрепленным винам от Мильстрима. У меня был Портвин и Мадера, посмотрите, кто не смотрел. Кстати, хороший вариант. Так, ну да, сорта Сира Саперави, это то, что мы читаем на этикетке. Все, больше здесь ничего интересного я не нашел. Очень много мелким шрифтом, плохо читаем. Ну, вот этикетка такая вот красивая. Ну, вы, конечно, все уже видите. Я еще сайт открыл их. Причем это недавно появилось на сайте. Я купил в магазине две недели назад, не был на сайте еще. Вот только появилось там буквально сегодня, по прошествии двух недель. То есть, вообще на вью. На вью. Здесь вот интересно, здесь написано Сорт виноград Сира Саперави. А когда я захожу уже в описание, написано, Сорт винограда изготовлен из винограда Сира и Ширас. А про Саперави ни слова. Ну, вот Сира и Ширас, это сразу же, да, такая затравка для ортодоксов, апологетов, знатоков. Кстати, на сайте написано, что алкоголь 13%. И температура подачи 16-18%. То есть, ребята, у вас вообще информация не совпадает. Этикетки. Обратите внимание на это. Продажники, производственники. Здесь написано 13,5 на бутылке. Я надеюсь, что это так. На сайте 13%. И температура подачи разная. Здесь 18-20%, там 16-18%. Причем Сира и Ширас, я же правильно открыл? Да, этикетка Сира и Саперави. Ну, вот надо вам к сайту как-то более внимательно, ребята, из Минстром относиться. Что-то здесь не совсем так. Ну, вот сразу, Сира и Ширас, да? Ребята, Сира и Ширас изначально, все, что я вам рассказываю, ребята, я это прочитал. Я с этим не родился. Эту информацию я почерпнул из интернетов. Сира и Ширас изначально это сорт 1 винограда. Там пишут, что чуть ли не из Древней Сирии, в Древнем Египте это было. По одним данным, по другим. Когда вроде как генетический анализ лоз произвели с берегов реки Рона. То есть, это река во Франции. Соответственно, все-таки все сходятся к тому, что сорт Сира это французский, европейский сорт. А потом, когда заселяли новые земли, новый свет, это Австралия, Америка, забрали лозу туда, лозу туда, там стали выращивать. И вот в новом свете этот сорт называется Ширас. То есть, корни у винограда одни и те же. То есть, Ширас это уже после Сиры. Лозы одни и те же. Но, естественно, поскольку произрастает в разных почвах, в разных турарах, в разных климатических условиях. То есть, Австралия, Франция, да, или там Америка. Конечно же, вкус должен быть, ну, разным, да, так скажем, отличаться друг от друга. Но Сира и Ширас, то есть, вот это, в принципе, одно и то же. Просто, когда Сира, это типа европейский, да, скорее всего, лоза, да, виноград, европейских лоз винограда, а Ширас это новый свет. Ну, это грубо, грубо объяснение. Поэтому, когда вот здесь на сайте написано сорт винограда, изготовлен из награда Сира и Ширас, это очень интересно. Очень интересно, что имелись в виду, не опечаткали. Как всегда, прошу знатокам отписаться в комментариях. Так, ну что, наверное, постояла, подышала. Сиру с Ширасом немножко потроллили. Я знаю, что прям люди бьются вот за то, что Сира и Ширас, это разное, да что вот это самое, ребята. Конечно, разное. Так, на разных винзаводах у вас и Каберне-Свиньон будет разный. Ну, если грубо, а тут на разных материках. Ну, это один и тот же изначально сорт винограда. Просто выращены в разных условиях. Так, смотрим цвет. Блин, бокал такой большой, загораживает вообще все. Цвет такой темно-красный, рубиновый. Аромат. Ну, аромат, слушайте, чем-то... Саперави, конечно, вспоминается мне сразу. Сиру нет, но я сиру очень мало пил. Ширас тоже вообще не помню, какой он должен быть. Ну, ягодки какие-то, да, красные. Давайте посмотрим, что на сайте написано. Так, сейчас открою. Так, цвет насыщенно рубиновый. Ну, я примерно так сказал, ребята, уже понимая, что такой цвет называется рубиновый. Хотя, конечно, что-то фиолетового здесь тоже есть. Аромат. Ну, что-то как-то они здесь очень мало написали. Красные ягоды послен. Послен. Я, кстати, не буду врать. Я заранее посмотрел, что такое послен. Вот сейчас открою вам, чтобы прочитать. Что такое послен, ребята? Это родовое название некоторых растений. В скобочках. Например, картофель, помидор, а также табак, белина и другие. Образующие свое семейство. Вот что имеется в виду, когда они говорят, что в аромате здесь еще есть и послен, помимо красных ягод? Картофель, помидоры, табак или белину? Не знаю, ребят, я здесь... Вот, кстати, нотки табака. У меня был какой-то выпуск, и нотки табака в вине я там ловил. Так и не поймал. Во вкусе там поймал только черный перец. Реально, мне понравилось. Я не помню, какое вино было. А, по-моему, Ширас, кстати, был. Ну, послен, понимаете, картофель или... То есть, цветки, понятно, что это не картошкой должно пахнуть, и не помидорами, да? Вот эти цветки посленовые. Я не знаю. Ну, как бы мне это не поймать. Ну, имейте в виду, да. Ну, вообще, как бы продавец продавал, когда сказал, смотрите, ух ты, у меня есть, говорит, Сирас Саперави. Представляете, их два вот таких вот легендарных, таких хороших, терпких, да, вкуса, мужских таких. Ну, действительно, Саперави это грузинский тоже легендарный аромат. Аромат виноград в регионе Кахетия. Там, что только не делают. Ну, это реально, Саперави это для любителей, мне тоже нравится. И, говорит, ну, вот, бленд, как сейчас модно говорить, то есть, соединение, да, двух видов. И купаж, да, либо купаж, говорят. Все говорят, ассамбляж. Ой, что только не говорят. Ну, давайте пробовать на вкус. Сира и Саперави. Два легендарных винограда. Что получилось у ребят из Мильстрима? Очень интересно. Я, кстати, вот, пока вам не сказал, здесь увидел еще в гугле, кто-то задает вопрос, какой на вкус послен. Сейчас откроем, прочитаем, что там ответил гугл на это. А на сайте написано, что вкус насыщенный и полный, ребят. Ну, он действительно, он насыщенный. И действительно он полный. Ну, вот какой. Мне это Саперави. Больше мне вот напоминает Саперави. Что-то сира здесь на втором плане. Интересный. Интересный вкус. Хороший. Мне нравится. Жду, значит, прихода черного перца под языком. Нет. Ну, что-то такое есть. Вот послевкусие. Но не сказал бы. Так, вот что там написали, интересно, на вопрос про вкус послена. Мякоть сочная и сладкая, отвечает на вопрос, с оттенком аромата дыни. Ну, нет, конечно. Какой на вкус послен. Ну, в общем, нет. Я так и не понимаю, что такое послен. Кто понимает, напишите в комментариях. С чем сравнить. Ну, реально, это цветочки вот на картофеле и у томатов. То есть, вот это имеется в виду. Такой запах, такой вкус. Сира, шерас, да? Слушайте, а на бутылке что-то? Вот на сайте написано сорт сиры и шерас здесь. Ну, и плюс цепирая, видимо. Нет, здесь просто написано сира, цепирая, не про какой шерас. То есть, что-то, ребята, у вас на сайте не того, кто там вообще составляет и занимается. Редактор-то есть на сайте какой-то? Да, под языком такая у меня крепость, что ли, красного сухого вина. Не знаю, как назвать такая вот крепость, такая резкость. Мне нравится. Ну, такая тонинность. Тонинность, да. Такое все мощное, насыщенное. Такое густое, что ли. Ну, классическое, красное, отличное такое. Нежестокое, достаточно жесткое вино. Мне нравится. Мне вот такие варианты очень нравятся. Кто говорит, красная кислятина, вот сразу говорю. Ну, естественно, любое вино сухое, в нем есть кислота, есть кислость. Вот здесь ее очень мало. Назвать кислым это вино нельзя. Никакая не кислятина. Отличное, хорошее, с такими выраженным тонинным вкусом, красными ягодами во вкусе вино. Такое ядреное, я бы сказал. Отлично. Я вот помню, пил какой-то, пробовал Гранд Восток, какая-то винодельня наша, российском Каберне-Свиньон. Там что-то под 15 градусов был. Так там вообще было. Очень мощно. Здесь, конечно, послабее, но достаточно серьезное, красное сухое вино. Пусть еще постоит, подышит. Я вот обещал рассказать о выпусках про крепленные вины, немножко про Таманский край, где я отдыхал и откуда я узнал о том, что там действительно я в 2015, по-моему, в 2016, в 2017 и в 2021. Во-первых, и с заездом в 2019 был в этом регионе. Отдыхали мы и в станице, в самой Тамань, которое название всего Таманского полуострова. И потом ездили отдыхать там в станицу Голубицкой, там где молодежные курорты, всякие развлекаловые. И пару раз останавливались, жили в Кучугурах. Вот тоже это северные побережья Тамани. Мне очень нравятся те курорты, потому что, во-первых, песочек, никакой гальки, как вот внизу, вниз там уже с Таманского полуострова спускаемся в сторону Сочи. Если по карте посмотрите, где галька после Анапы начинается. Вот, то есть ногам не больно, песчаный пляж. То есть это у нас есть там и Азовское, у нас, да, в России, это Азовское море у нас по северному побережью Таманского полуострова. И вот он так уходит вниз по карте, если посмотрите, там уже Азовское встречается с Черным. И плавно перетекать в Черное море. То есть можно там где-то отдыхать. Там уже песочек такой покрупнее вместе с ракушечником. Он тоже очень мягкий. Хорошо, вода теплее, потому что там помельче, чем в Черном море. Если брать какие-то пляжи, ну, естественно, песчаные, она немножко помутнее. Там где галька, да, вода, потому что, ну, купаются, вот этот песок поднимается кверху. Ну, если какие-то малолюдные пляжи брать, то вода вообще чистая, прозрачная и хорошая. Везде там эти кубанские станицы. Вы когда едете, я на автомобиле езжу, там отдыхали, проезжаешь. Голорит местный вот этот кубанский, небольшие такие поселочки на станице называют, на побережье стоят, там начинает Темрюка. Везде все сдают. Можно и частный сектор, и автокемпинг, где просто тебе территорию под палатку или под автодом дают. А также сейчас, я вот сколько в последнее время ездил, куча всяких уже отелей. Вплоть до клубных. То есть там с питанием, где-то даже все включено, где-то там только завтрак обед, где-то по вашему желанию. Со своими пляжами, лежаками, все это есть. Посмотрите побережье Таманское полуострово. Не смотрите вы только вот Черное море, там начиная вот Анапа и вниз там, да. Что у нас там идет, Новороссийск-Геленджик, это дальше к Сочам, там Лазаревское, там Лоу-Сочи. Вы посмотрите наверх Краснодарский край, Таманский полуостров, Газовское море. Там отличная природа, соответственно, песчаные пляжи. Вот и куча тоже всяких курсов. Да, там не так круто, как в самих Сочах, где там строили, да, под Олимпиаду. Там супер городский комплекс. Нет, там отели, конечно, поменьше, но в этом и свой колорит. Отели поменьше. Там инфраструктура, конечно, там сельская. Но вот, например, Станица Голубицкая, там все есть. Инфраструкционный, там аквапарк, еще что-то, если вам такой отдых для детей нужен. Всякие клубы там какие-то. Поспокойнее отдых, там другие Станицы. Если вам не нужно это веселье, то найдете на свой вкус. Для нас это было в свое время открытие. Мы туда часто возвращались именно вот из-за хорошего моря, песчаного пляжа. Не то, что вот на Черном море, там уже где гальки, где больно там заходить в воду, где куча народу, там где-нибудь Геленджик, Новороссийск, Анапа. Там я уже не говорю про Сочи с этими бетонными пляжами, с бетонными ограждениями. Все это периодически портит вид на море, да. То здесь никакого бетона, никаких городских застроек. Просто там холмы. Может фоточки какие-то пущу или видосики. Холмики такие песчаные, есть обрывчики, просто песчаные побережья. Свой колорит и очень прикольно. Очень прикольно. Поэтому всем рекомендую. Мильстрым я узнал оттуда, когда отдыхал. Там покупали, значит, в разливную, продавали красное сухое каберне. Мне понравилось, в баклажках сказали с завода. Ну, я подумал, ну, пусть и обманывают. Попробовал, вкус нормальный. Мне так казалось, это вот большущий завод Мильстрим. Ну, там реально можно в розлив купить вино. Сейчас вот они свои фирменные магазины по всей стране. В Питере тоже много. Как я в одном видео сказал, наверное, 20-30. Но, наверное, все-таки поменьше. Наверное, где-то 10, может, в Питере магазинов. 15 максимум. Но все равно достаточно. В Москве, конечно, больше. Поэтому я, в принципе, рекомендую присмотреться к продукции Мильстрим. Посмотреть фирменные магазины, какие у вас есть в городе. Ну, вот. Цены доступные. Цены доступные. То есть, вот хорошее вино за 600 рублей. Вообще супер. Купер. Окрепленные вины я пробовал. Модерный портвейн. Белый вообще отличный. Там за 600-700 рублей. Отличный вариант. Поэтому я вам рекомендую это вино тоже. Мне оно понравилось. Ну, может быть, я ожидал чего-то большего. Какой-то прямо взрыв такой. Вау. Сирос опираюшку. Прямо мне понравится. Нет. Конечно, взрыва вкуса в моем мозгу и в моем голове не произошло. Но это достойное вино. Достойное красно-сухое вино. И качественное. И качественное. Никаких привкусов. Вот у дешевых, как бывает, красных винт. А там за 200-300 рублей здесь нет. Это по вкусу. Это ощущается, как какое-нибудь вино за 1000 рублей бутылка. Примерно вот так. По моим ощущениям. Сирос опираю на любителя, ребята. Слушайте, вот сейчас постояло подышало. Даже в послевкусии что-то сладенькое уже чувствуется под языком. Такой приход. Не кислоты идет, а маленькая кислинка. И так много сладостей. Хорошо, хорошо. Мне понравилось. В общем, как говорю, пейте кубанские вина. Они хорошие. Это что ни на есть. Кубанское, Таманское вино. Отдыхайте на курортах Краснодарского края. Еще лучше. Курортах Таманского края. Таманского полуострова. Я там был. Мне там очень понравилось. Вот. Ну, на сегодня все. Как говорится, всем пока. Счастья, любви, здоровья. Мирного неба над головой. Ну, а панкам, конечно же, хой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...